МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПРАВКАМ ПРАДПРИЕМСТВА ГОМЕЛЬ ТРАНСНАФТА ДРУЖБА ДАЛУЧЫУСЯ ДА ДАБРАЧЫННАГА МАРАФОНУ СКРЫНКА СМЕЛАСТИ И БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА АБГЭТЫМ И НЕ ТОЛЬКИ АТКРЫТАЕ АКЦЄНЕРНЫЕ ТАВАРЫСТВА ГОМСЕЛЬМАШ СЕОЛЕТА ВЫПУСТИТЬ ПЕРШЮ ПАРТЫЮ ПАЧАТКА УБОРОЧНЫХ КАМБАЙНУ ПАЛЕССЯ МС-6, ИКЕ ПРАЗНАЧАНЫ ДЛЯ УБОРКІ КУКУРУЗЫ НА ДУМКУ КЕРАВНІСТВА ПРАДПРИЕМСТВА ЯНЫ БУДУТЬ ЗАПАТРАБАВАНЫЕ УСПАЖИУ ЦОПА, КОЛЬКІ КАШТУЦЮ ДВАЯ МЕНСЧИМ ЗАМЕЖНЫЕ АНАЛАГИ 2017 ГОД БУДЗЯ НАПРОЖЕНЫМ ДЛЯ КАЛЕКТЫВА НАВУКОВА ТЭХНІЧНОГА ЦЕНТРА КАМБАЙНА БУДАВАННЯ ЗАРАЗ РАСПАЧАЛАСЯ ЗДАЧА РАБОЧЫХ ЧАРТЯЖОУ НОВЫХ ЗЕРНІУБОРОЧНЫХ КАМБАЙНАУ ЯНЫ ПРАЙДУЦ ПРАВЕРКУ ПАЧАС БЛЯЖЕЙШАГА ЖНІВА КОНСТРУКТЫРЫ РАСПРАЦОВАЮЦ ТРЫ ОРИГІНАЛЬНЫЕ МАДЕЛІ, ИКЕ ДАЗВОЛЯТЬ ЗНАЧНА ПАВЫСІТЬ АГУЛЬНЫ УЗРОВЕНЬ ВЫПУСКАЕМЫЙ ПРАТПРЯЕМЦВАМ ПРАДУКЦЦІЙ ТАКСАМЫ ИСНУЮЦ ПЛАНЫ ПА РАСПРАЦОЦЦІ НОВЫХ МАДЕЛІУ БУРАКОУБОРОЧНЫЙ И ХЛОПКОУБОРОЧНЫЙ ТЭХНІКІ СЁННЯ ДЕНЬ РАБОТНІКОВ СОЦІЯЛЬНЫЙ АБАРОНЫ НЕПАСРЫДНА НА ГОМЛЮЩЦІНЕ ЯНЫ ДАПАМАГАЮЦЯ МАЛЬ ПЯТИСТАМ ТЫСІЧАМ ЧАЛАВЕК УПЕРШЮЮ ЧАРГУ ПЕНСІНЕРАМ И ЛЮДІМ ЗАБМЕЖАВАНЫМИ МАХЧЫМАСТЯМИ ОЛЕГ СЕНСІРОВ НАВЕДАУ УСТАНОВУ, ДЕ ПРАЖЫВАЮЦ ДЕТІ ИНВАЛІДЫ Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов был открыт в Костричнику 2011-го. С того часу тут постоянно проживают 60 человек. По словам администрации, главная задача – створить для каждого из этих лукованцев годные умовы. Причем, под годными маются на увазе не только бытовые умовы, не одежде чем на то, что все дети с особливостями психофизичного развития и не такие же члены громадства, как и все остальные. До того, что, когда заниматься зами постоянно и метанакерована, можно достигнуть достаточно значимого приобщения здоровья. Канис – терапия, реабилитация с допомогой собак, доброзащливых голобладу Рашаню тут называют головным терапевтом установы. У Беларуси такие виды терапии покой не вельми распространены, а на гомельшине увогли с минулого года применяется только в этом доме-интернате. Але об остановчиках войниках можно сказать уже зараз. Так они в своем мире закрыты, а собака как проводник их раскрывает, и они начинают через собаку потом социализироваться и общаться с людьми. Вот это самое главное. И плюс эффект, потому что очень много упражнений на моторику, на моторику рук, на моторику ног, ну и все. Двигаться, и это потому что ребенок, не мы его заставляем двигаться, он сам хочет это делать. Это очень важно. У этих молодых людей розный лес. Некто живе у доме-интернате годами, некто вертается у биологичной семьи. Юлия Федорович, летость поступила у Гомельской лицеи будовников, и уже в наступном годе будет дипломованным рабочим зеленого будовництва. Кажет, что завсёду любила працовать на земле с рослинами, теперь Мара Станя, я ей профессией. Люблю очень ходить на город, смотреть, что растет, что не растет, где пополоть, что надо. Это я всегда. Она у меня очень успокаивает, мне очень нравится. В минулом году в Гомельском доме-интернате первыми сирот установок такого типа открыли уластную полиграфичную мастерню. У них первые продукты – блокноты и малюнки-размалюнки для выхованцев молодого взрослого. Эта мастерня – еще одна махчимость для молодых людей заскрыть свои таленты, а чуть себе корыстным для громадства. У Гомеля-Дарича для достигнения этой меты выкористовываются самые разностайные адвокационные программы. От проведения занятков на компьютерах по специальных программах до уделов в конкурсах. В минулом году, например, выхованцы дома-интерната принимали удел в международном творчем фестивале инвалидов в Баку. День работников социальной обороны «Они, наверное, сегодня особые в том плане, что не каждый человек может работать в этой сфере. Это и добрые отношения, отзывчивость и терпение». Больше 300 детей со шмадетных и малозабеспеченных семьях завитают на калядную елку, якая пройдет с 7-го студеня на территории Спаса Преображенского храма. У дельника у свято чекает шмат цикавого. Организаторы подрихтовали программу, у якось получаются элементы народных традиций и религийной культуры. Дети смогут поудельничать в шматликих конкурсах, убачить театрализованную каску калядной прогоды Настачки. Завершится представление святочным фейерверком. У свою шаргу дорослые отримают макшимость наведать доброчинный кермаш, где можно будет набыть паштовки, сделанные приходжанами храма. Изначально мы хотели сделать подарок на Рождество детям. В нашем приходе уже пятый год приглашаются дети из одетных семей, из неблагополучных семей для праздника. 7-го числа мы всегда устраиваем концерт и в этом году будет также театрализованное представление, фейерверк. Рожство – час для отсюдау. Напереда Дні Свята правкам предприемства Гомель Транснафта Дружба долучился до доброчинного марафону «Скринка смелости». Мы это акции, да помагчить детям, якие проходят протяглое лечение у медустановах. Супрацовники предприемства могли набыть гипсовые фигурки и покласти их у «Скринку смелости». Завтра гэтые сувениры отримают маленькие пациенты Республиканского навуково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека. Фигурка, якую можно расфарбовать, обовязково надасть детяте смелости. Завтра мы эти подарки передадим в наш Республиканский центр радиационной медицины. Я думаю, что каждый ребенок, который увидит эту игрушку, возьмет ее в руки, забудет немножко о тех горестях, которые ему причиняют все-таки лечение и почувствовать себя чуть-чуть смелее и чуть-чуть здоровее. Новогодние и калядные святые – клапотный час. Однако у этой метусни дорослы ни в яким выпадку не повинны забывать про своих дятей, и ке знаходятся на зимовых каникулах. Только на Гомельщине гэта отпочинок больше, як для 150 тысяч школьников. Як организовать им цикавый и галонный обеспечный отпочинок, доведалася наш корреспондент Вероника Ворошилина. По часу зимовых каникул у дятей заявляет зашмат вольного часу, а тому задача дорослых – максимально притягнуть их до корыстной справы творчести и саморазвития. С этой метой в установках адукации Гомельщины зараз працуют школьные лагер самые розные накераванности, объединенные одиной метой – организация корыстной занятости дятей. У дитячем саде початковой школе номер 63 города Гомеля таки лагер наведывают 25 вучнев первых и других классов. Одны занятки со школьниками ладятся у стенах установы, а иншие мают выездный характер. Драматический театр мы посещали. Входим в библиотеку имени Маршака. Сейчас у нас будет перед Рождеством, мы завтра пойдем на экскурсию в наш храм Александра Невского и посещаем кинотеатр «Мир». Они нам предлагают какие-то свои фильмы интересные, фильмы более современные, новые. Дети любят это. Забавляльно-познавальные мероприемства для юных наведывальников лагера в 63-й школе Гомеля ладят не только сами педагоги, а и запрошенные артисты. Например, супрацовники Центра творчества Детей и молодей Новобельского района заявляются тут довольно частыми властями. Со школьниками они проводят циковые гульни, конкурсы и майстер-классы по створению сувениров. Мы всегда сотрудничаем со всеми школами Новобельского района. Проводим постоянно различные мероприятия. Новогодние утренники были, сейчас рождественские встречи. Дети раскрывают свои творческие способности. Получается всегда такая сплоченная, дружная атмосфера, и дети раскрываются. У середней школе номер 11 города Гомеля зараз працюю лагерь по прав ориентации. Наведываются яхо 20 в учню, первых, четвертых классов. Детям тут пропонуют текавые и взаимальные занятки, яке я знаю, мистик с розными профессиями. Мы познакомили наших детей с профессией водолаза. Дети осуществили выход на спасательную станцию. Отдельным было мероприятие знакомства с IT-технологиями. И дети посетили программистов, и к ним сюда приходили программисты. Если говорить о мероприятиях внутри, то это традиционные тренинги, утренники, развивающие мероприятия. И это мероприятие с использованием информационных технологий. У нас в кабинете информатики интерактивная доска активно работает, и на ней ребята тоже знакомились с миром профессии. Всем было интересно, и учителям, и детям. Выником масштабной работы педагогов по прав ориентации школьников станет проект «Профессийный свет моей семьи». И он уключит томатичные сочинения и малюнки детей, выкананные с допомогой своих батьков. По законженне прав лагеря у середней школы номер 11 города Гомеля отбудется урочистая линейка, на какой переможцы этого проекта отримают приемные призы. В целом, зараз в установах адвокации Гомельщина працуют больше, как 300 лагеря урозной накераванности. Детям тут пропонуют самые разностайные формы занятости. От проведения культурных и спортивных мероприемств, до экскурсий, наведывания театров и музеев, и навод удоскональывания ведов у сферы компьютерных технологий. Особливая увага при школьных лагерах так само звернута на проведение профилактичной работы со школьниками, бо безпека дятей за усёды на першем месяце. Пираника Ворошилина, Йоген Макеенко, телерадио компании Гомель. Выглядели информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студы для вас працавала Наталья Гнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам только добрых новинов. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин